Сергей Прокопенко, витая наших олимпийцев с медалями. Ну, классно. Насчет медалей я очень рад, что у нас неплохие достижения, лучше, чем на предыдущей Олимпиаде. Я говорю, ну, будем откровенны, у нас это не является какой-то национальной идеей, и спортсменов можно было бы поддерживать лучше. Единственное, что я хочу сказать, нашим призерам Олимпиад, конечно, Жан Белинюк, он прекрасен во всем. Это мой любимый депутат. Я вот это понял, мне всегда же нравился, знаете, чем? Откровенностью, потому что он в жизни, мне кажется, открытый и ведет себя без короны. Не без коронавируса, а вообще без короны. Это важно. Так вот, интересно было посмотреть, как Скобеева приревновала к золотой медали. Не понравился ей ГОПАК, начали Рашу пристраивать к нашей золотой медали. Обалдеть просто. Но там у нас несколько спортсменок сфоткались с россиянками и написали о том, что спорт вне политики. А мне хочется сказать, девочки, при всем уважении к вашим достижениям спортивным, ну, не будьте же дурами. Не будьте дурами. Да, это не является обязанностью вашей, потому что спортсмен может быть дураком. Журналист может быть дураком. Без этих. Но говорить о том, что спорт вне политики, как-то очень странно. Если бы это было так, то бы они не фотографировались с коллегами из Мордора, с флагами, которые не очень похожи на флаги России. То есть флаги МОК. И россиянам перед Олимпиадой им целую инструкцию выдали четкую, как надо действовать, что на любые политические вопросы отвечать не надо. Про Крым ничего говорить не надо. Про Донбасс ничего говорить не надо. Это просто мы только спортсмены. Почему они делают спортивные администрации российские? Потому что они знают, что спорт — это политика. То, что было с Кристиной Тимановской, белорусской, вы все знаете, как она бежала от Сатрапов. Хотя она вроде не оппозиционерка, но просто там, ну, понятно. Констлагерь, никто возвращаться не хочет. Уедет она в Австрию. Ну и прекрасно. Так вот, когда наши девочки говорят, сфотографируются с россиянками, говорят, что спорт — это вне политики, то хочется задать самым вопросом. Девочки, а попробуйте вот так вот дальше. И мальчики, кстати, у нас такие тоже есть. Дальше подумать. А что ж тогда вот эти фотки потом транслируют по всем российским пропагандистским каналам? Вы же тем самым играете на их поле, чтобы это знак того, что нет никакого вторжения. Вот о чем это говорит. Вот это они хотят этим показать. Вы хотите им подыгрывать. Если у вас хорошие личные отношения с российскими спортсменками, личные... У меня жена гражданка России. У меня с ней прекрасные личные отношения. Но есть разница, когда... Но это же... Извините за такое сравнение, но вы можете представить, чтобы я где-нибудь сфотографировался рядом с российским флагом? Вот так вот. У меня у украинский, а у кого-то российский. Почему я так никогда не сделаю? Потому что это... Ну... Это значит, восприниматься будет таким образом, что... Чем цимбалюк съехал с катушек, корона ему повредила голову. Вирус я имею в виду. И он перестал замечать вещи, которые всегда замечал. Перестал замечать российскую оккупацию. Вот и все. И поэтому теперь возвращаемся к спортсменкам. Зачем вы это делаете? Зачем? Чтобы часть украинского общества подзлить по этому поводу. Ну, сейчас, по-моему, народ уже проще стал к этому относиться. Думаешь... Я думаю... Вот у меня такой подход. Есть же у нас там и чемпионы с такими... С легка пророссийскими взглядами. Которые там... Боксеры. Титулованные. А потом снимаются во всяких пропагандистских фильмах а-ля РПЦ в Украине. Говорят, что... Ну, если меня заставляют перестать дружить с россиянами, мне же там друзья. Но... Я все понимаю, что кто-то боксировал и, может, чего-то не заметил вокруг. Каждый должен делать свое дело. Но это же не так. Никто вопрос так не ставит. Но когда спортсмены это говорят, они тем самым говорят, что нет никакого российского отторжения. Ну, хочется сказать, мальчики и девочки, которые на спортивной арене защищают интересы Украины. Если бы не пацаны с автоматами, которые сейчас в окопе, не только бы Роман Цымбалюк не работал украинским корреспондентом в Москве, потому что не было бы у Украины. И не было бы вас с шестом, еще там с чем-то, просто в кроссовках или с каким-то другим снарядом. Ну, 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 пробуем. Причинно-следственные связи. В общем, есть вещи, которые делать, как мне кажется, неприлично. И вообще эта тема, это предмет для работы спортивных функционеров. Есть тренеры, целые команды. В общем, занимайтесь. Есть с чем. Кен Адамс. Роман, почему бы Украине не сделать свою Захарову и рассказывать интересные истории про РФ с официального уровня. А у нас и так есть соответствующие органы, у нас есть соответствующие заявления. Просто, понимаете, у нас не приживется российская модель. Вот эта вот система о том, что там Захарова, Скобеева, еще там кто-то, что-то там сказала, и она имеет такой резонанс. Почему? Потому что они же все говорят одним голосом, как солдаты. Хотя они солдатами и есть. Так вот, нужно ли создавать нам свою Захару? Они, вы понимаете, они же... Я не хочу вообще, чтобы эта модель была. То есть на российском примере, когда есть вот это вот, они все шагают на строя, война — это мир. За этим надо наблюдать, потому что это агрессивные соседи, которые ведут с нами войну. Но себя такое делать, по-моему, в этом нет смысла. Ну что, вы хотите, чтобы кто-то у нас в стране называл россиян-нацистами с официальной трибуны? Русский нацизм современный, фашизм... Кстати, идея неплохая. Это в плане того, что называть вещи своими именами. Ну как, одна партия, один фюрер, одна идеология. Это что, про Украину? Нет. Нет, я перед стримом выпустил прекрасное видео о том, как там какая-то прибацанная сенаторша из Франции приехала в Киев и увидела на Андреевском спуске фашизм. Было это все, соответственно, во время празднования Дня Киева. И вот сейчас она, после того, как это все она увидела, а приехала в Киев, она по приглашению Вадима Рабиновича, ну, очевидно, для того, чтобы увидеть нацизм личными, собственными глазами, она его и увидела. И в чем этот нацизм заключался? Что они гуляли по Андреевскому спуску, и там ребята, ну, может быть, с каких-то правых организаций, у них там была красно-черная палатка, они там собирали и разбирали автомат, и она обратилась, эта француженка Натали Гюле, в МИД Франции, чтобы, боже мой, я увидела нацизм, я увидела нацизм. Так говноеды из Амна Раша 24, что они сделали? Они увидели, что собирают и разбирают автомат. Там дети смотрят за этим, хотя, не знаю, мне кажется, учить своего ребенка разбирать и собрать автомат, навык очень даже неплохой. Самое главное, что всех мужчин в таком возрасте, как я, так точно в школе это мы учили. Не знаю, учат сейчас в украинской школе, я еще не знаю, но знаю, что в Раше тут у них целые отряды Путин-Югенда есть, у них и форма, и все, 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 то есть там тут своя история, они и гранаты бросают, ну, в общем, готовятся умереть за Россию, очевидно. Но один из парней, когда собрал этот автомат, он его так и приложился, а это Наталья Гуле сообщает, что они устроили стрельбище, стрельбище, а происходит это все на Андреевском спуске. Но что важно, когда голос за кадром репортерши из Россия-24, из французского бюро, они эти пи-пи-пи, они звук наложили, выстрела, понимаете, два выстрела. Вот можете посмотреть просто, как вот делаются эти манипуляции. Ну, то есть дешево, но получается, что какой-нибудь с ограниченным IQ человек, он смотрит Раша-24 и думает, блин, действительно, они что там на день города стреляют в центре украинской столицы? Они не стреляют, там даже по звуку слышно, когда что-то там происходит, снято на мобильный телефон, а звуки выстрелов очень четкие. Ну и, конечно же, я забыл об этом сказать, что это какое-то нано-украинское оружие, потому что нет отдачи. Но обычно с автомата стреляешь, кто-то стрелял, ну, наверняка все стреляли или видели, как это происходит. Он говорит, ну, уж дергает чуть-чуть. Ну, конечно, если... Может быть, это секретный украинский автомат, а это был украинский Рэмбо. Вот так вот они врут. Но самая большая трагедия была для российских товарищей о том, что во Франции так устроено, что у них, если сенаторы обращаются, они обязаны дать ответ. И они дали ответ. И ответ звучит так, что уровень вот этих вот националистических идей в Украине, он точно такой же, как и в других странах Европы. Поздравляю вас! Украина — это Европа, Украина — это Запад. Но говноеды, они же, ну, понимаете как, они всегда хотят найти где-то в Украине нацистов, и она ходит на самом-то деле всегда на своё отражение. Украина — это Европы. Да. Спасибо.